Книги-юбиляры 2022 года. В 2022 году исполняется 175 лет роману английской писательницы Шарлотты Бранте «Джейн Эйр». «Джейн Эйр» — роман английской писательницы Шарлотты Бранте, выпущенный под псевдонимом «Карл Белл». Второе переиздание романа Бранте посвятило писателю Уильяму Теккери. Впервые роман был опубликован в 1847 году лондонским издательством «Смит» Элдер-Эко. Имя автора было скрыто под псевдонимом «Карл Белл». Сразу же после публикации книга заслужила любовь читателей и хорошие отзывы критиков. На данный момент известно о девяти переводах романа на русский язык. При этом первые пять были сделаны в XIX столетии, а из четырех относящихся к XX веку. Два выполнены в дореволюционную эпоху, а остальные в советскую. Впервые роман вышел на русском языке под названием «Дженни Ир» через два года после оригинальной публикации в апреле 1849 года в журнале «Библиотека для чтения». Анонимный перевод представлял собой, по сути, главным образом пересказ содержания с небольшим элементом перевода. В полноценный период, выполненный Иринархом Веденским, появился на месяц позже, в мае того же года. Он публиковался по частям в журнале «Отечественные записки» с незначительными сокращениями. Роман был поделен на пять частей. Английские имена некоторых персонажей Веденский заменил аналогичными русскими. В 1893 году в издательстве Лидерли и Ко вышел перевод под названием «Дженни Эйр. Лаутская сирота. Роман-автобиография», выполненный Владимировым, который имел, однако, большие сокращения, не относящихся никакой определенной тематики. В 1901 году вышел, опять же, анонимный перевод под названием «Дженни Эйр. История моей жизни. Шарлотты Бронте», сокращенный перевод с английского, который был напечатан в журнале «Юный читатель». Перевод содержал на этот раз 35 глав. Был поделен на две части, но в целом был близок к оригиналу, хотя местами представлял собой адаптацию для русского читателя. Этот перевод был последним, сделанным до революции. В 1950 году в издательстве «Лен издат» был выпущен перевод Веры Станевича под названием «Джен Эйр». Это был первый полный перевод, сохраняющий индивидуальности Бронте. Но по причине советской этики некоторые фрагменты религиозного содержания в тексте были пропущены, хотя большая часть религиозных отсылок осталась нетронутой. В 1990 году, когда издательство «Художественная литература» готовило к выходу трехтомник произведений «Сестер Бронте», в перевод Станевич были вставлены недостающие фрагменты, в переводе Ирины Гуровой, которая в тот же год выпустила целиком свой перевод романа, который сегодня считается самым полным. Ранние события, где осиротевшая Джейна отправляется в суровую школу, основаны на личном опыте автора. Две ее сестры умерли в детстве в результате плохих условий в интернате. Основатель школы написан с преподобного Уильяма Каруса Уилсона, Айлен Бернс, Мари Бронте, сестры-писательницы. Эти факты были опубликованы в книге «Жизнь Шарлота Бронте», написанной подругой Элизабет Гаски, вызвавшей споры в свое время. Готическое пасмурное поместье Торнфилд, вероятно, написано с оглядкой на Норд-Лист-Холл Бези Хэзер Сейджа. Шарлотта посетила его со своей подругой Елен Насси летом 1845 года. В Джейнеер использованы многие традиции готического романа, например, готическое поместье. Также присутствуют литературные иллюзии на Библию, английские сказки, путь пилигрима, потерянный рай, произведение Вальтера Скотта. Бронте в книге избегает некоторых штампов вегетарианского романа, например, не выводит примирения между Джейн и умирающей теткой. Книга была экранизирована многократно. В Ростовской областной специальной библиотеке роман представлен шрифтом Брайля, печатным изданием крупненного шрифта, а также в звуковом формате.